здравствуйте дорогие друзья приношу свои извинения за 100 длительное молчание но было ряд причин по которым я не смог снять фильм это устройство достаточно хорошая у меня уже больше недели как и юсби нагрузочное хорошее устройство поэтому лучше позже чем никогда как вы видите это солнечная панель значит прошу прощения сразу на шум не обращайте внимание вроде бы я как бы живу в частном секторе но почти центр 300 метров от последней рельсы южного железного вокзала как ребята шутят значит давайте мы начнем здесь я сделаю ряд из измерений для того чтобы это не выглядело что обман или еще что-нибудь а потом как обычно я в домашних условиях полностью все 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 продолжим ну вот как вы видите формируется это устройством наборчик такой значит мощность панели получается 18 ватт но вернее прошу прощения 14 ватт и 18 вольт получается она вырабатывает учитывая то что по амперажу это в районе 0708 где-то до 1 ампера вполне достаточно для того чтобы вот этот аккумулятор 7 амперный можно было спокойненько зарядить течение рабочего дня что дальше я потом буду рассказывать давайте мы сейчас сделаем ряд если получится измерений а ну попробую видно или нет а ну-ка засвечивает солнце мне ну вроде бы видно что 13 и 3 аккумулятор заряжен и я беру подключаю панель плохо одному у меня сразу пошла зарядка и если я буду вот включил выключил независимо от этого идет зарядка значит скажу сразу что по прошествии прошу сколько у меня прошло времени сколько он у меня был значит я мог спокойно у меня две триста емкость моего аккумулятора телефонного я три раза заряжал спокойно то есть я даже половина практически не использовал того той емкости которая есть дальше расскажу я потом за сам этот контроллер ну а для начала давайте мы попробуем я конечно не обещаю что оно так выйдет как я хотел время сейчас 15 45 это харьков 16 октября в солнышко у нас уже на закате сейчас мы простите что будет дергаться камера давайте я наверно пока сделаю стоп выставлю все а потом будем мерить ну вроде бы как-то тут зародил цифры вроде бы видно мы будем сейчас мерить он напряжение которое у нас вырабатывает наша панель так берем разъемчик смотрим вот в данный момент как вы видите 2044 вырабатывает наша панель напряжение если она не установлена под углом если затенять я уже экспериментировал то есть заряжал через окно вот я рукой закрыл почти где половина ну вот падает насколько здесь вот 19 9 и переключим сейчас мы с вами на ток сколько же она дает как вы видите ну 649 миллиампер 650 понятное дело что днем она дает значительно больше ну и если ее нам начинать вот как я сейчас пытаюсь ее здесь выставить как надо то есть больше меньше и повернуть ну в среднем будем считать 650 миллиампер она выдает как под нагрузкой садится не садится потом вам покажу расскажу как напряжение все остальное это уже более-менее в нормальных домашних условиях ну и как вы можете сейчас я давайте уже уберу тут зря не горела и получается получается так что и вот на по-прежнему от 13 7 было 13 и 3 он заряжен видите показывают что он заряжен практически я отсюда брал где-то 750 миллиампер где-то 750 миллиампер я заряжал жены телефончик отключаем все по-прежнему все то есть он не зарядку ничего у нас все взял 13 7 вольта его получается полностью по напряжению дает у нас аккумулятор ну и давайте дальше продолжим уже в домашних условиях продолжаем дальше уже в домашних условиях значит что я хотел бы сказать еще значит если кто вдруг захочет то пожалуйста вот имеется его вот такая вот упаковочка это мне будем говорить так по оптовой цене по цене почти поставщика получилось вот такое устройство в среднем стоит около 50 евро вроде бы дорого но другой стороны если посчитать вот сколько мы этот пауэрбанк купим или такой побольше или же вот как у меня имеется вот такой конструктор что собрал сам мужа по своей емкости кому как удобнее кому как выгодно значит основное предназначение вот этого устройства заключается в чем что мы будучи на рыбалке на охоте ну на активном будем говорить так отдыхе можем спокойно в течение дня зарядить вот эти емкость 7 ампер по заявленным характеристикам значит как выдает контроллер и выдает панель значит я покажу вот как она здесь должно быть видно обзывается эта панель то есть фирме лодка мотор моих друзей можно это все приобрести и в отдельности значит по заявленным мощность 14 ватт 21 24 выдает вольта и максимальная как говорится ее пиковая 0 85 ампер вернее 0 78 ну и 18 вольт он выдает на зарядку через контроллер панель выдает сама вот эти данные дальше режим эксплуатации прочее 10 как ее где и что хранить как использовать она как вы обратили внимание полимерная это веса практически не имеет очень удобно и вот пока я с ним настраивался пока снимал фильм пока забирал практически вот за эти полчаса что было на солнце ну она еле-еле вот я чувствую что ее температура 37 хотя при работе вот тем более что она черная сама по себе потребляет достаточно много солнечного света и гореется это не очень есть хорошо но для выездов очень 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 удобно я допустим вот по прошествии недели как она у меня прямо через окно вот то которое я снимал в комнате поставил перед цветами эту панель и спокойненько мне за то время пока солнце находится на моей стороне а это 45 часов вот на почти половину я не засекал потому что честно скажу ну какой смысл нагрузочной вилкой измерять емкость аккумулятора который так он новый и так его понятно это вот хорошо для вот таких вот пауэрбанков то или таких в принципе то я это так как я не только рыбак но и охотник для меня это ну очень хорошая вещь как вы видите здесь имеется разъем для подключения солнечной панели панель можно здесь подключить и значительно мощнее это не страшно я уже так учитывая то что на гарантии у меня я не могу вскрывать и ковырять как более глубоко но учитывая то что там стоит по электронике то можно ставить панели 28 32 до 40 ватт больше не желательно так как сами понимаете ток проходящий там указан несколько должен быть меньше ну я думаю контроллеру все равно сколько здесь будет проходить ток это в основном идет нагрузка ну а напряжение понятное дело и как вы видите здесь есть несколько выходов юсбшные стандартные которые хорошо 2 ампера выдают 2 и 1 и 12 вольтовая постоянные выход раз два три четыре то есть мы спокойно можем здесь подключить хоть на 12 вольт светодиодные лампочки или же допустим какую-либо другую аппаратуру которая надеюсь питается с 12 вольт разъемы стандартная дц коротко в принципе то я вот так рассказал достаточно я доволен без всяких обременений не так как вот допустим даже вот я коснусь потому что вы задавали ряд вопросов и у меня переписка с моими друзьями и там где я покупал с продавцами по поводу солнечных панелей то есть я выскажу здесь немножко свое мнение для того чтобы у вас уже имелось представление так как уже обзоров больше чем достаточно по поводу всех вот этих вот пауэрбанков солнечными панелями но что касается вот этого солнечно зарядного устройства я практически не видел в интернете видел панель с аккумулятором что не есть хорошо так как аккумулятор нельзя запрятать в тень он будет греться на солнце а это значит что ему кирдык будет очень быстрый здесь же спокойненько можно поставить это в тень или затенить как нам будет удобно и использовать солнечную панель на солнце сколько нам необходимо значит я проверял скажу откровенно насколько дает просадку и один ампер значит один и четыре десятых ампера панель выдает при хорошем освещении и при нагрузке вот я пытался нагрузить ее с помощью колхозил сюда переходнички и пытался ее нагрузить так чтобы она у меня не давала просадку значит учитывая то что она выдает двадцать с лишним вольт двадцать пять двадцать четыре вы видели там выдает то есть при хорошей нагрузке проседает до двадцати вольт на этой панели это не очень плохо это достаточно хорошо потому что все таки три ампера она не дает один ампер спокойненько один и два один и три даже вот я был день пробовал один и четыре и просадка напряжения шла практически там на полтора два вольта каждая солнечная панель дает просадку при нагрузке чтобы вы знали при покупке солнечных панелей для своего туризма или еще допустим какого-либо отдыха активного я бы рекомендовал полимерные все чтобы были солнечные панели это нового поколения хоть и пишут китайцы и есть обзор что она до двадцати пять процентов там двадцать три с половиной выдает не могу сказать но по крайней мере по сравнению с другими которые залиты обоксидкой панели ну это значительно лучше даже лучше той панели которая вот стоит у меня на двести пятьдесят ватт во дворе здесь все по поводу этого я уже рассказал здесь у нас стоит нормальное устройство по электронике работает без перебоев все четко давайте теперь перейдем плавно к нашей нагрузочной вот такой такому устройству USB это универсальная нагрузка мне ее друзья прислали уже будем говорить так времени прошло но опять у меня не удалось не удосужился я вовремя сделать потому что не было в этом никакой необходимости обзоры на вот эту нагрузку уже больше чем достаточно в интернете я думаю не стоит сильно ударяться в то как какую ручку крутить и как работает дисплей дело в том что ситуация у меня возникла какая мне очень часто приносят на ремонт всевозможные зарядные устройства телефоны я не беру потому что эта работа неблагодарная и учитывая то что при ремонте или же допустим при диагностике поломок наших зарядных для телефонов очень часто приходится подгружать чтобы проверить какой же реальный он ток ну и понятное дело что бегать с проводами или перепаиваться или кидать крайне неудобно зачем я подумал вот так же написал позвонил друзьям они мне подготовили опять же по моей цене так как я с ними сотрудничаю вот эту USB нагрузку и я спокойненько уже смог взять и просмотреть как же здесь будет у меня оно все работать можно было купить продается достаточно хороший по цене также вот этой USB нагрузки даже дороже USB тестер нового поколения с нормальным LCD дисплеем который графики рисует ну и понятное дело работать с платформой Android достаточно хороший и экранчик побольше все остальное но скажу откровенно я под свои задачи мне нужно было иметь USB тестер и USB нагрузку для какого-либо устройства учитывая то что вот эта нагрузка работает практически более чем до 30 вольт некоторые говорят около 40 вольт я не проверял мне в этом нет необходимости но при подключении допустим блока питания у меня любого блока питания хоть импульсного который позволяет по напряжению я спокойно могу дать вот этими ручками которые регулируют саму величину нагрузки по току выбрать любую себе желаемую нагрузку и спокойненько посмотреть сколько у меня же идет просадка по напряжению ну вот давайте сейчас попробуем здесь конечно с этим аккумулятором будет несколько сложнее так как здесь у меня идет переходники и все остальное здесь нет USB портов идут вот такие вот переходники и к сожалению нет переходника для того чтобы можно было напрямую мне как-то здесь подсоединить но я на колхозе разобрал один USB переходник и пробовал этот powerbank он мне достался будем говорить так чисто символически от друга по цене самого блока питания я немножечко здесь пересмотрел вскрыл все проверил значит здесь сдохшие аккумуляторы здесь стоят три аккумулятора полимерные и практически получается так что они где-то около двух с половиной ампер они держат но достаточно интересная солнечная панель которая выдает до 20 вольт и ток можно у нее посмотреть где-то порядка около 70 80 до 100 миллиампер вот можно с этой солнечной панели взять с этой панели более чем 40 50 миллиампер взять ну 60 был у меня такой случай 60 я смог взять вот не получается но сами вы понимаете что это маркетинговый ход наших друзей китайцев поэтому сильно вестись вот на вот такие зарядные устройства используемые которые для подзарядки солнечную панель не стоит практически в данный момент на рынке есть 2-3 модели которые могут гарантированно заряжать те аккумуляторы которые у них имеются через солнечную панель но друзья мои простите вот то что я у своих друзей посмотрел это порядка 250 долларов это стоит и там солнечная панель она двойная складывается вот так ракушкой и практически получается вот таких вот 6 лаптей как этот солнечных панелей поэтому понятное дело что может обеспечить где-то порядка 500 мА хотя навряд ли может быть 400 мА то зарядное может обеспечить ну давайте теперь мы посмотрим что здесь и как поэтому я возвращаюсь опять к нагрузочной вилке нагрузочному моей USB тестеру я имею вот такие определенные у меня еще были которые сразу показывают и ток и саму зарядку но здесь ситуация крайне такая не очень хорошая мне допустим как я могу спокойно вот если я буду ставить а мне зачем вот подключать мой пауэрбанк вот сразу у меня здесь запустилась как вы видите и показывает у меня сейчас я сброшу все показания так есть включился он у меня значит сбросим показания так и сбрасываем удержанием кнопочки сразу у меня обнулились и емкость и обнулилась у меня время работы напряжение пять ноль семь вольта потребляет ноль ноль там восемь ноль ноль шесть само устройство ручки у меня выведены в ноль мне этого нет и теперь я допустим чтобы без толку не гонять мое устройство что я брал для себя делал вот здесь имеется вверху разъем куда я могу подключить спокойно свой телефон я вот подключая но дело в том что здесь что выйдет мы не сможем потом посмотреть здесь индикацию так куда я его свой запрятал подключим телефон вот телефон мы включили но он у меня вроде бы заряжен идет зарядка все мне пишет я его убираю и что получается я здесь вижу у меня потребление идет учитывая то что там у меня стоит свой контроллер 0,57 ампера выбросить надо потребление еще этого для этого имеется здесь коррекция можно вносить свои здесь дополнительно допустим коэффициенты и вы спокойненько напряжение и все здесь под себя подстраиваете значит таким образом я без всякого для себя допустим напряжение могу спокойно взять не надо мне через нагрузочные мои вот эти модули электронные гасить энергию я беру спокойно ставлю телефон и знаю вот у меня здесь я собирал вернее ну друзья мне так же прислали и я сам собирал вот этот конструктор здесь получается я уже говорил что батарея считайте никакая практически поэтому о чем мы сейчас будем говорить о том что очень удобно я подсоединил поставил и я знаю мне не надо полностью опустошать через нагрузку мой аккумулятор вернее пауэрбанк а я раз зарядил два зарядил три зарядил вот на пятый оно у меня практически взяло и все уже недостаточно на пятой зарядке я ставлю на зарядку и точно так же я подключаю как вот вы сейчас видите здесь где у меня нагрузка я здесь даю питание а к этому шнуру я подключаю пауэрбанк и спокойненько без напряга я смотрю какой же я допустим здесь емкость вот в данный момент двадцать один миллиампер за эти три минуты у нас прошло ноль один ватт двадцать три да пусть работает и я допустим не экспериментируя не высчитывая не вытаскивая аккумуляторы ничего как здесь так и здесь по времени зарядки с полностью разряженного так как контроллеры здесь и здесь сработали до минимума и они не дают дальше аккумулятором разряжаться до того напряжения которое необходимо я начинаю заряжать свои пауэрбанки и через это свое устройство я смотрю сколько у меня зашло миллиампер ампер или как вам будет удобно то есть какая емкость была закачана в ту или иную банку и скажу откровенно вот я мне ребята сказали что вот да аккумуляторы восемнадцать шестьсот пятьдесят достаточно хорошие более двух ампер штука все хорошо берите анатолич не пожалеете ну я взял и когда здесь я поставил банк здесь стоят их получается пять штук при тестировании когда я его зарядил и потом заряжал разряжая зарядкой телефонов я поставил его на зарядку и попытался узнать какая же фактическая емкость моего пауэрбанка она составила где-то порядка одиннадцать семьсот пятьдесят миллиампер одиннадцать тысяч и семьсот пятьдесят миллиампер то есть одиннадцать ампер почти двенадцать ампер учитывая то что здесь пять банок это пятью два десять значит банка два и два там с копейками выходит два две целых две десятых ампера достаточно удобно так как банки удобно заряжать и удобно разряжать можно поставить и на три можно поставить и на три двести три четыреста ну в данный момент я себе смог позволить по финансам только вот такой вариант как вы видите очень удобная конструкция мне не нужно здесь допустим заниматься контролем так как сам здесь юсб нагрузки указано через сколько она может выключиться включиться как она работает что она будет читать считать и те же самые хорошие качества которые вот имеются в этой юсб нагрузки значит я могу спокойненько вот в данный момент что она мне показывает напряжение power banka 506 то есть абсолютно нигде ничего у меня пока не просаживается 043 041 ампера потребляет зарядка залито практически ничего так как вот вот уже у меня аккумулятор будет заряжен ну какая мощность и время при переключении вот этой кнопки у нас высвечивается вторую второй дисплей мы можем спокойно увидеть уже более с другими очками те же самые цифры и те же самые показатели вот у меня напряжение ампераж здесь указано какая по мощности здесь емкость ну и точно также время все перед при переключении на третий экранчик что мы видим мы видим по всем проводам какие вот имеется в юсб устройстве подано напряжение 5 вольт значит сколько проходит какое напряжение по минусу и по плюсу все высвечивает как работает мой кабель сопротивление моего кабеля значит получается 1128 ом это достаточно хорошо вот извините отвлекли меня и показывает сопротивление что его 12 ом я спокойненько могу проверять те кабеля которые вот допустим имеется мы можем сейчас ну давайте 12 8 я этот отсоединю и возьму такой левый левый наш который шел у меня вместе с этим комплектом почему говорю левый потому что во первых так вроде бы исполнение хорошее начинаешь его подключать подключение получается такое что не поймешь включил ты его или не включил хотя исполнение металла и всего остального более-менее хорошая и его сопротивление вот уже 11 10 11 потому что длина к меньше понятное дело что будет лучше падение нет вот и все практически я рассказал то что я хотел ссылочки я на товар и на своих вернее давайте мы сделаем так я скину ссылочку на солнечную панель с контроллером а что касается usb нагрузки это частный частным образом через OLX если продавец разрешит на чьи это доски но его личные координаты так что будьте добры потом по почте мне пишите я по почте буду вам рассылать только огромная просьба я проживаю в украине а вам если допустим гражданам россии вы будете писать вы указываете откуда вы потому что у меня возникает потом ряд вопросов как по материалам вы задаете или допустим вы спрашиваете где купить там перо или крючки или еще что-нибудь а мне сложно ответить потому что мало того что у нас разное государство так у нас еще и разные магазины благодарю за внимание до скорых встреч